Слушай, я вас понимаю, что мои близкие люди в детстве старались быть хорошими, всем помогать. Сейчас они меня чувствуют всем обязанными, должными. Эту модель поведения навязывают мне. У меня другое мышление. Из-за этого возникают конфликты, как решить эту ситуацию. Ну, почну с того, что конфликт – это нормально. Вы пребываете в конфликте. В наше життя, в принципе, без конфликтов неможливо. Сама природа конфликту, вона починається з того, що дві людини мають різні погляди на одну річ. Це вже основа для конфликту. А далі виникає лише питання, якого типу буде конфлікт. Або цей конфлікт буде конструктивний, або цей конфлікт буде деструктивний. Конструктивний конфлікт – це коли ми дивимося по-різному на певні речі, ми це розуміємо. Ми знаходимося в контакті, ми продовжуємо бути в контакті і шукати рішення краще, ніж моє і ваше бачення. Щось третє – це якраз той підхід, який створює нові можливості, є прямим продуктом партнерства. Якщо такого наміру в якоїсь історії немає, власне партнерство неможливе і рішення створити ці теж буде неможливо. Це конструктивний конфлікт. Тобто тут важливо розуміти, що ми завжди будемо в нього потрапляти, хочемо цього чи не хочемо, тому що природа людей, в принципі, дивитися на світ різними очима, різними баченнями, тому що в нас різні переконання, різний світогляд, різний досвід. Це не може за визначенням давати нам одинакові погляди на ряд речей в нашому житті. Тому ми хочемо цього чи не хочемо, ми будемо потрапляти в конфлікт. А далі від нас залежить, який ми будемо створювати конфлікт і який конфлікт будемо розвивати. Якщо ми трапили в конструктивний конфлікт і будемо тримати його в межах, скажімо так, конструктиву, ну то він такими буде залишатись. Ми можемо перевести конструктивний конфлікт в деструктивний конфлікт. Деструктивний конфлікт – це вже протиріччя, це вже боротьба. Это когда мы не просто имеем разные погляди, а мы начинаем на особисти переходить, мы начинаем бороться один против одного. Мы идем не за определенную целью, а мы идем один против одного. Это деструктивный конфликт. И, по сути, это война. Таким образом, когда деструктивный конфликт, а он может возникать в определенных моментах, ситуациях, это тоже подия, ситуация, которая потребует для вас певных навыков. Чтобы вы не понимаете, что есть конструктивные конфликты, и это нормально, и вы вчитесь быть в них, сберегать свою позицию, чути позицию другого человека, пытаться увидеть третью позицию, это тоже певные навыки. Вменившись это делать, вы сможете будивать эффективные партнерства и в деловой сфере, и в особистой сфере. Не имеет значения, это семья, это бизнес, это работа. Таким чином, когда вы понимаете, можете идентифицировать, в каком типе конфликтов вы находитеся, далее вам легче будет решить, а что с этим делать. Вы можете попереджать конфликты, то есть не допускать их. В певных ситуациях это возможно, конечно, не всюди, не всегда, но возможно. С досудом вы это научитесь делать. Вы можете решить конфликты. Поэтому, фактически, это два типа навыков, которые важны у взаимных с людьми, когда мова заходит за ситуацией, где мы смотрим на нее по-разному. Або мы попереджаем, або мы решим деструктивный или конструктивный конфликт. Когда мы говорим про ваш кейс, где вы говорите, что у меня другое мышление, так из-за этого возникают конфликты, как решить эту ситуацию. Когда вы принимаете ту позицию, что у вас инше бачение, и вы способны принять позицию иншого человека, при этом вы понимаете свои интересы и свои межи, то вы их не будете порушивать. Вы не будете порушивать своих меж и интересов. Одночасно поважаючи интересы меж и иншого человека, вы не будете ее меж и интересы порушивать. Вы сможете конструктивно відповісти, читать зручный звезок про то, что вам это не цікаво, вам это не подходить, у вас такие интересы, и тут вы расходитеся. И когда инша людина может на вас ображаться, может вам намагаться маніпулювать, потому что ей так не подходить, вам, возможно, умеете быть на своей позиции, не брать на свой рахунок и тримать свои межи. Если иншой человек не приходит с вами что-то решить, ей так не подходить, то бывает и так. Не может быть в жизни все идеально, гладко. Не может. Десь мы расходимся в бачениях, десь мы дивимся одинаково. Когда вы не берете на свой рахунок, у вас нет проблем с этим комплектом. Если человек берет на свой рахунок, она начинает ображаться, она считает, что ее недооценивают, что ее не оценивают, ну и, власне, шукать способи, каким-то чином вплинути, например, на вас. Тому тут очень много зависит от вашей твердой позиции, от опоры на себя. Из этой позиции можете вести диалог и, власне, управлять взаимными, управлять поведение, управлять своими конструктивными или деструктивными конфликтами. Когда уже так вышло, что вы смотритесь по-разному, вам это не подходить, а кому-то подходить, ну, тогда перед вами выбор, або не быть в компромисе, идти против своих интересов, остаться в рамках певного вопроса взаимодействия с человеком, або выходить из своей взаимодействия, но тогда нужно понимать, что опора на себя важна, або иначе вы будете поддаваться впливу маніпуляции этих людей, так как им там что-то не подошло. Або они хотят, чтобы вы поводили себя по-иншому. Тут уже, еще раз повторюсь, очень много будет зависеть от вашей твердой позиции, от опоры на себя, от здатности опираться на себя. А у вас эта опора возникает, когда вы знаете себя, когда вы понимаете свои потреби, свои здебности, вы знаете, на что вы сдадите, вы знаете свои межи, вы керуете своими энергиями. Если, например, кто с вами маніпулюет, а вы поддаете, и, по сути, вы втрачаете энергию, вы втрачаете эмоциональную энергию, вы втрачаете физическую энергию. И можете цього навіть не помечать. Вы не керуете ситуацией, вы можете не понимать, что происходит. Поэтому авторская позиция, когда вы понимаете, какими ресурсами вы владеете, какие у вас интересы, на что вы готовы идти, на что вы идти не готовы, это основа для того, чтобы такие ситуации проживали для себя максимально эффективно. Нехай это будет так звучать. Вот такая ответственность. Поэтому, когда вам чувствуется слабость в позиции, когда вам чувствуется нездатность ее вырешивать, то, в первую очередь, ответственность нужно в себе. Что-то до конца у вас не допрацьоване, в плане переконания, святогляду, или понимания себя, что не позволяет твердо стоять на своей позиции, не поддаваться маніпуляциям іншим, потому что у вас есть интересы. Варто заглянути в цему напрямку. Ось така відповідь тут.